Большое значение для детей имеет не только молитвенное участие в рождественском богослужении, но и творческая часть праздника. Спектакли и игры помогают ребятам лучше познакомиться с историей торжества, задуматься о том, что такое добро и что такое зло, выбрать добрый путь в своей жизни. Юным жителям Энглеса помогла постичь суть Рождества Христова архиерейская елка. Что было в программе, увидим в сюжете наших коллег. На представление Рождества в Покровской Слободе епископ Пахомий пригласил педагогов и детей из воскресных школ Покровской епархии. Всех прибывших на архиерейскую елку ждало участие в интерактивном квесте и театральное представление. Участники квеста побывали на рождественской ярмарке и в старинном салоне, где для них были приготовлены конкурсы, загадки и творческие задания. Затем гостей праздника ожидал традиционный спектакль. Его подготовили воспитанники Покровского епархиального образовательного центра и фольклорного ансамбля «Каленушка». Рождественское чудо зачастую не является чем-то сверхъестественным. Оно приходит в виде обычной жизненной удачи, неожиданного спасения, вовремя и обязательно в рождественский вечер пришедшей помощи, рассказала зрителям ведущая гимназистка. Она пригласила всех посмотреть постановку по трем святочным рассказам. Вот сегодня три рассказа, и в каждом из них глубокая-глубокая мудрость. Замечательный рассказ про неразменный рубль. Я думаю, что все вы наверняка его слышали, читали. Да есть даже такая своего рода поговорка, неразменный рубль – это действительно некий дар, который Господь дает человеку. А мораль этого его краткого рассказа такова. Если ты готов делиться, если ты готов отдавать свою любовь, чем-то в жизни жертвовать, ты всегда приобретешь во сто крат и больше. Одним словом, это заповедь Христова, это Евангелие. Я хотел бы пожелать всем вам, дорогие ребята, доброго Рождества, милости от Бога. Еще раз напомнить, старайтесь этой радостью делиться со своими ближними. Не храните этот рубль в кармане. Делитесь всеми людьми, которые сегодня, даже не завтра, сегодня, здесь, сейчас в нем нуждаются. С праздником! С Рождеством Христовым! Владыка Пахомий поздравил педагогов и детей с Рождеством Христовым. Пожелал делиться радостью с каждым человеком, которого Господь посылает на жизненном пути. И подарил всем сладкие подарки. Какое же Рождество без них?